Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 февраля, день Иоанна Златоуста, назван в честь святого отца Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского. Его считают святильником миру, учителем вселенной, столпом и утверждением церкви, проповедником покаяния. Он имел от Бога дар учительства, на нем была благодать святого духа. Господь даровал ему знания всей глубины премудрости, благодаря которой он вдохновлял людей светом учения Христова. А своими устами заградил уста еретиков и иудеев, произносящих хулы на Бога. Сегодня все желающие просвещению ума к учению духовной грамоты, а также отчаявшиеся в жизни греховной и нуждающиеся в помощи, рекомендуется молиться святому покровителю этого дня Иоанну Златоусту, чтобы по молитвам и искренности подал он им руку помощи в разумлении и наставлениях. Также большое внимание уделяли русской печи, символы домашнего уюта и тентрам дома. Поэтому печь топили особым образом, дрова клали так, чтобы они вспыхивали вместе. Такой огонь прибавлял счастье в семье и удачу в году. Также поминали близких и готовили пироги, растягая из грибов и мясного. Приметы. Если сегодня облака идут против ветра, к снегу. Если в феврале бывает много иния на деревьях, то будет много меда. Народи поговаривали, февральская оттепель ничего не стоит, все равно стужа будет. Если стекла окон потеют зимой, это к теплу, а летом к дождю. Также существовала и такая поговорка, лето как лето, а зима как язва холодна. Если после метели у снежных сугробов гребни закруглены, это к урожаю. Сегодня хорошо лечилась зубная боль с помощью заговора. Лазарева суббота. Златоуста в день. У кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели. Сегодня не моют голову. Не рекомендуется дарить и получать подарки. Наговоры и порчи сегодня имеют очень большую силу. Добро здоровиться. Сегодня у нас в гостях телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Рада вас видеть. Здравствуйте. И мы с Танюшей сделаем один из целебнейших завтраков такого удивительного врача, швейцарского врача Бирхера Беннера. Швейцарец был, да? Да, он был швейцарец. Я часто от вас про Беннера слышала. И, кстати, почему я на него так часто ссылаюсь, дело в том, что он оказался современным основоположником целебного питания. Разработал целую систему. Более того, внедрил ее в санаторий. И более того, знаете, я, когда его читал книжку, Эта книжка была с печатью, которая указывала, что она из царской библиотеки. То есть цари интересовались, наш Николай II интересовался этой книжечкой, а как там питаться? Так, чтобы живота и красива. То есть этот Беннер был явлением такое в медицине, в питании, в культуре. Вот именно, да. Это оказалось так, как он жил на рубеже 19-20 веков. Он, значит, интересовался последними достижениями науки, техники и так далее, и так далее. И вот он, в частности, для себя установил и потом опроверг многие, значит, ну, как бы сказать... Предположения? Предположения, которые бытовали. То есть он опровергнул естественную историю ценностей продуктов, основанную на калорийности и содержании белка. Это как? Он установил. Да. Калорийность. Говорят, что в то время бытовало такое мнение, кстати, оно и до сих пор быть, что калорийность, вернее, ценность продукта оценится за счет того, что мы берем какой-то продукт, съедаем, и он дает столько-то белка. Вернее, столько-то калорий. А, ценность пищи, исходя из количества калорий в конкретном блюде. Вот что являлось основным критерием. И второе, и сейчас является, это сколько тут белка полноценного, неполноценного. А, ну то, что пишет белка, столько-то углеводов, столько-то... Вот, 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 вот. На самом деле, на самом деле он, значит, подошел к этому явлению, к исцелению пищи следующим образом. А сколько здесь энергии, которые аккумулировало растение от солнца? Аккумулировало, то есть взяло. Да. Сколько здесь солнечной энергии? И он назвал пищу, которая растительная пища, свежая, причем растительная пища, аккумуляторы первого рода. Это растения, значит, ну какие растения, овощи, фрукты, в самом свежем виде. Орехи. Орехи, действительно. Семечки, да? Орехи, молоко, значит, которым кормят, значит, ну, детей, то есть свежайшее молоко. Вот это аккумулятор первого рода, оно дает наибольшую пищевую ценность, согласно... Человеку, да? Да. И способствует тому, что с помощью этих продуктов человек лучше в своем сердце чувствует и исцеляется. Аккумуляторы второго рода, это, допустим, те же растения, но вареные. Потенциал солнечной энергии уже в них ниже. Но остался. Конечно, остался, но ниже. Вот эти продукты он уже рекомендовал использовать как, ну, не так часто, но тем не менее используют. И, наконец-таки, аккумуляторами третьего рода, это являются животные продукты, консервы, солонины и прочее, прочее. То, что прошло термическую обработку и рафинировано. Оно уже представляет наиболее, наименьшую, вернее, ценность. И он сделал еще очень интересный вывод, который, который как раз справедлив по сей день. Оказывается, для того, чтобы насытиться пищей, нам необходимо использовать вот эти вот продукты, аккумуляторы первого рода, которые не изменены. Они содержат и энергии больше, и они содержат такие вещества, которые регулируют потребление и насыщение пищи. То есть, другими словами, когда мы едим продукты, аккумуляторы первого типа, у нас рода, наш организм понимает, что он получает и говорит, спасибо, я сыт. А когда мы едим консервы, организм говорит, а я вообще не понимаю, что вы мне даете, и начинаем мы этих консервы вот так лопать. Как только пища окажется, сахар, рафинированная, содержит неправильное количество или не то соотношение минеральных веществ, организм не разбирается и переедает. В результате чего, все сейчас человечество идет к тому, что становится полными. Геннадий Петрович, вот то, что вы сейчас рассказали, очень легко можно пропустить, как вроде как что-то, ну, вроде как умное, ну, вроде как ко мне мало имеет отношения. А ведь смысл потрясающий для тех, на кого нападает жор. Ребята, на вас нападает жор, потому что вы едите то, что организму трудно посчитать. Вы ешьте продукты, аккумуляторы первого рода, и организм сам, без ваших мыслей, он где-то умнее вас, включится, чтобы сказать спасибо, я наелся. И еще одна особенность, вот так как были обнаружены бактерии, которые вот здесь вот имеются, то считалось, что надо вот все переварить, все обработать, чтобы термическая обработка убирает эти бактерии. Оказывается, вот с убиением этих вот бактерий понижается пищевая ценность, поэтому постарайтесь больше все есть свежим и с сыром. А я вот, смотрите, бактерии начала счищать, потому что я иногда оставляю шкурку, а вот конкретно вот на этой морковке, мне кажется, я бы ее снесла. Давай, истинности. И, кстати, мы теперь, как я уже обещал, приготовим два блюда, которые Берхер Беннер использовал в своем санатории и лечил огромное количество различных, ну, в смысле, различных заболеваний у различных пациентов. Вот, мы будем использовать с тобой яблоки. Так, их чистить, что? Яблоки, яблоки помыты. Помыты, да. Они у нас все не чистят, потому что под шкурочкой содержится то, что нам надо. И шкурочку удаляем, наш организм перестает реагировать на насыщение. Да, да, да. Поэтому шкурку мы оставляем. Далее мы, значит, используем у нас... Это проросшая пшеница, которую мы заранее через мясорубку протерли, и у нас получился фарш. Вот эта проросшая пшеница является основой как одного завтрака, а как другого. Вот зрители могут увидеть, мы специально так разложили, вот посмотрите, в обоих завтраках будет проросшая пшеница. Просто мы ее помяли, ну, вот через мясорубку. Да, вот она. И одно блюдо это будут яблоки, мед и лимон. А другое блюдо будет, помимо пшеницы, сгущенка, морковка, чернослив, ну и тот же самый лимон. Я хочу узнать, что вкуснее. А вот мы еще какое-то блюдо с тобой еще будем добавлять миндальных орешков. Вот сюда, миндальные орешки. И относительно миндальных орешков я сразу вам должен сказать, что их надо особым образом приготовить. Поэтому мы с вами, смотрите, берем миндальные орешки. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы.